И обо всем по порядку. Сегодня стало известно, кому предстоит воплощать в жизнь пять социальных инициатив, которые выдвинул президент Казахстана. Премьер-министр Бакджан Сагентаев назвал ответственных по каждому направлению. Уже к следующему заседанию Кабмина они должны представить детальную дорожную карту. Разработкой документа займутся сразу несколько ведомств, но отвечать по каждому направлению будут профильные министерства. Новую ипотечную программу 7-20-25 доверили главе Национального банка и министру по инвестициям и развитию. Контролировать исполнение будет вице-премьера Скармамин. Чиновники пока не решаются сказать, как будет работать эта инициатива. То есть потребуются ли субсидии из государственного бюджета или банки возьмут нагрузку на себя и добровольно снизят ставки по ипотеке до 7%. Пока это самый маловероятный сценарий. Базовая ставка, по которой банки привлекают деньги равна 9,5%. И работать себе в убыток они не будут. Хотя в кризисные периоды государство неоднократно поддерживало их вливаниями. Только в прошлом году на повышение финансовой устойчивости банковского сектора было выделено больше 2 триллионов тенге. Они пошли на оздоровление Коскомерсбанка. Еще 650 миллиардов выделил Национальный банк. Эти деньги поделили между собой АТФ-банк, Цесно, Евразийский, РБК и банк Центркредит. Частные банки государство заставить работать по тем же условиям, которым работает ЖСБ или вот новая ипотечная компания, которая совместно с банком будет создана, я думаю, это нереально. Это будет огромный толчок в вопросе обеспечения граждан доступным жильем, потому что 7% это практически в два раза ниже, чем есть на рынке.